У меня для вас очередная новость В смысле Мироса замок получит? Я так понимаю, один из вас Максим Максим, это моя любимая Да, это моя любимая Теперь найдите повод, чем придраться Я же звезда у нас Что ты надела в поездку? Ну конечно же костюм Байктори Портфолио Цвета хаки Да и что, к тебе в Москве тоже не нашли? Я же звезда у нас Мы выехали, Яна Давайте я вот так Всей всей компанией Давайте расскажем, что мы рекламируем Помимо Пожалуйста, покажешь, нужно будет Да Где? 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 Все, но покупайте вот это Но покупать вот это, да, да И не путайте Скажи, что ты ешь Я ем белок, омлет, рыбка Форел Вильямс Да Так что ПП? Да Здесь, конечно, нет отдельного раздела, чтобы было ПП в меню Может быть, попозже что-то такое появится Это было бы актуально, да? Поможет? Брокколи, яйцо Да, кстати, да Мне кажется, я просто понимаю, почему они делают брокколи и яйцо Мне кажется, это единственное, кто это будет заказывать И они будут в минус работать на два человека Нет, мы тоже Нас много Нас много, да Расскажи, зачем ты едешь в Москву? На юбилей Шуфика Шуфика Шуфика? Да И вместе с Кобзоном, чтобы видеть его лего парик Кстати, Максим вчера привез Злате лего Переходим плавно в Кобзонах лего Связка есть хорошая, да? И он мне сказал, что Злата вообще весь день с этим замком провела Вот весь вечер мы на концерте были Он был дома уже Он говорит, реально, на весь вечер с этим замком провела Он собрал олово В общем, все круто Миросика скоро свой замок получит Он купил им одинаковый, чтобы не было Смотри, тебе подписчики неправильно поймут В смысле Миросик замок получит? Какой? В Германии? В Англии? Обычно Злата из лего, а Миросик получится замок Нет, я же сказала, одинаковый получит Так что, все нормально Одинаковый? Где вы найдете два одинаковых замка, Вика? Найдем Построим Вы готовы сниматься в сториз? Кто? Кто снимается в сториз? Мы продолжаем день сурка Едем на концерт химии какой-то раз в Москву В общем, мой муж Максим заказал нам такси Мы сейчас загружаемся в такси И водитель нам говорит Я так понимаю, один из вас Максим Я говорю, я представитель Оля говорит, а угадайте, кто из нас Максим? Здесь, кстати, нам разрешают в машине смеяться, общаться Потому что в Сапсане, как я сейчас написала пост Нам запретили проявлять свои эмоции Подошли к нам, сделали замещание Потому что мы знаем один человек Пожалуйста, это был какой-то актер, которого мы хоть не узнали Оля, поняла, что это за актер был? Нет Да? Он настолько не удался в профессии Он даже запрещает сменяться Он завидует нашим артистикам Вы знаете, смотришь этот влог Смотришь этот влог Виктория, здравствуйте Вас беспокоит команда MTV Передача по домам Вы не ожидали? Нет, не ожидала У вас так все аккуратно, чисто прибрано Молодцы, не ожидали увидеть нас Да, у меня еще есть Как знаете, я смотрела с детства по домам И у какого-то рэпера дома был Старбакс Вау, а Макдональдс? Нет, Старбакс И вот для меня это до сих пор загадка Это подставной был, не знаю, какой-то макет Или действительно у него дома Старбакс Что это вообще было? А было ли у него дома вот это вот? Команда LV Ну, в общем, сейчас собираемся, красимся Вот эти вот, да, воспоминания снова нахлынут Ностальгия, как 10 лет назад Мы тоже собирались на концерты Делали макияж себе, прически, выбирали наряды И сейчас будет то же самое Только единственное, что сейчас уже, конечно Эмоции немного другие Как-то уже по-взрослому подходим к этому Какое-то другое немножко восприятие, да? Ты заметила? Да, эмоции такие Более... Более стешенные? Да-да-да Как будто ты такой же опытный Такой, знаешь, немножечко без вот такого Да-да Без всяких криков, истерии Да, без истерии А ты просто услаждаешься и запоминаешь это Ты прям, знаешь, чашечку чая взять на концерте Вот спокойненько сидеть, пить, ностальгировать, да? Чашечку чая из своего Старбакса? Да Чай-латте Итак, вы меня спрашиваете, как я делаю такой яркий макияж На концерте Хим Такие вопросы были в сториз, в директ Я вам сейчас покажу Нужно сделать черную подложку Я, я не знаю, как ты это снимешь Делаем опять штришков таких Быстро Видите? Далматинчик такой мы делаем И кисточкой растушевочной Быстро-быстро вот эту подложечку растушевываем Получается такая черная дымка Ой, снова почувствовалась Бьюти-блогеру Получается черная дымка Главное, качественно растушевать равномерно И уже потом Да, и потом уже на эту подложечку будем накладывать тени И делать обычный макияж Но он будет более выразительный Такой смакияж за счет вот этой вот темной дымки Так, это еще не все с этим глазиком Делаем два штриха внизу Раз Два И так же растушевываем Главное быстро, пока карандашик не засох Ох, как выразительно у меня внизу получилось Ну, мне идет нижний век выразительное Затушу вверх, все соединю И чуть позже покажу, как будет выглядеть Когда я наверх нанесу сияющие тени Вау Увидели? У меня появился глаз Китайц Роберт Смит Роберт Смит Никого не оскорбляем Все китайцы, Роберт Смит И все красивые, все прекрасные Просто разные типажи Представляете? Мы не одни в Москве сегодня Из Питера Даша тоже здесь Идем на встречу с ней Здравствуйте Тебя не удивляет, что я с телефона? Тихо, подождите Я тоже Знаете, как определить из толпы подругу-блогера? Сейчас узнаете Очень просто Очень просто Моя селфи-палка у Оли в сумке на хранении Потому что ко мне не поместилось Мы думаем все-таки Это очередь на концерт Хим Или в Макдональдс Я не понимаю Похоже на очередь Макдональдс В этот ход очереди нет Теперь я понимаю, почему билеты стоили намного дороже Хоть это стоило того Вожидание Представляете, какой налевалок такой Столько лет он ничего не пишет И его все помнят Все любят Посмотрите Мы тут тоже Видите, у нас своя атмосфера Очень много рядов у нас засыплено Да, сверху еще Ооо, круто С чаем, персиковый чай Ты же говорила, что ты поедешь с чаем Вот тебе и чай Юян тоже чай У меня неизменно латте Ооо, это вообще супер атмосфера О, колонны выносят Мы готовимся к тому, что сейчас весь макияж будет стекать по лицу И никакие водостойкие средства не помогут И никакие, как называется, фиксаторы макияжа тоже не помогут Зато у нас будет тру готический макияж Я не думаю, что тебя поймут Но, в общем, посмотрите фильм «Ворон» Да Скоро его, может быть, перезапустят Да Вообще атмосфера нереальная В Питере такого не было Да Здесь все пьют пиво, да? А мы такие интеллигенты питерские такие, да? Поребрик, я не знаю, шаверма Подъезд Парадная Парадная, да, у нас в Питере 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 парадная Сейчас будет пионер Аллахатс, то, с чего все началось. Ребят, представляете, сегодня раздался звонок к нам с Яной в номер, и две прекрасные девушки, работницы отеля, принесли вот такую красоту. Это говорит о том, что они знакомы с моим творчеством. Мне интересно, сегодня велевала, что-нибудь привезли в его номер. Не знаю, не знаю. Ой, знаете, это лучше, чем миллионная кнопка. Празднуем. Празднуем, да. А концентрация блондинок в одной машине. Зашкаливает. Поэтому мы можем повернуть с четвертого ряда. Да-да-да, куда-нибудь. Это шутка. Нет, это правда. Да. Если вернуть куда-нибудь в Неву реку и по ней поехать, мы можем, мы все можем. Здесь Москва, река. Ой, господи, Москва. Ты, я забыла? А вчера на концерте вельвала, такой, типа, спасибо, Москва. Мы, типа, такие, что? Ну, что у нас Москва? А потом такие, блин, мы же в Москве, все не перестроится. Что же всем рассказываем? Мы поедем на Новый год в Москву. И мне все говорят, в смысле, а ты где вообще? Куда еще? А, черт, в Москве. Ну, что мы расскажем? Что мы расскажем? Сейчас едем фотографировать новинки Бай Виктория Портфолио в одной новинке. Я сейчас. Это самый огненный корзиган. Это вот, да-да-да, он такой необычный. Сейчас там, вон, вон. Субтитры сделал DimaTorzok Муж меня встретил, поехали с ним ужинать, покушать сейчас тартар и домой к девочкам. Ребят, кто еще не знает, у меня в Телеграм есть своя группа, где у нас царит атмосфера взаимопонимания, взаимопомощи. И даже у нас стали появляться в группе молодые люди, которые адекватно выражают свое мнение. Так что присоединяйтесь. Итак, мы с Мироськой едем в кино на фильм «Приключения Коко» или «Коко». Мы с Мироськой, также к нам присоединяется Яна, моя сестра, конечно же, мой муж, моя подруга. Так что идем такой веселой, шумной компанией. Надеюсь, нас не выставят из зала. Конечно же, я шучу. Но я уверена, кто-то не поймет, что я шучу. Я не знаю, что с этим делать. Я, честно, не знаю. Итак, кстати, Златочку мы с собой не взяли, потому что фильм, мультик, вернее, с героями, которые выглядят как скелетики, вроде как такие добрые, милые, но все же скелетики. А так как Злата ни разу в кино не была, я все-таки хочу, чтобы первый мультик, на который она сходила, был с животными в главной роли, чтобы у нее остались только приятные впечатления. Все-таки Злата еще маленькая для такого мультика. Вот я и то Мироси под сомнением взяла, но почитала отзывы, и рейтинг очень высокий, поэтому Мироська с нами. Мироська, ты, может, помашешь мне сюда? Ты хочешь смотреть мультик этот? Угу. Да? Ну вот, вот и все. А за нами, кстати, едет Яна. Сейчас я ее заметила. Мироська, вообще... А это как зовут? Типа скромняшка. Айза. Айза? А это? Олух. Все елочки в снегу, каждая веточка. Вот это, я понимаю, начало декабря. Снежочек. Правда, немножечко еще прозрачный. Землю видно, но ничего. Все, я по своим делам. В общем, мы приехали на... Карнавальная. Напал. Напал. К стилю Карнавальная ночь. Кстати, я не смотрела этот фильм. Это очень странно. Ты можешь так говорить? Оля, думаешь, что я фоткаю по-видеому? Да, я не смотрела. Советую посмотреть. Я вообще, как-то классика советская вот эта вот мимо прошла меня. Надо восполнить. Даже это здорово. Да, все эти фильмы рассмотрели. А я не смотрела. Это даже классно. Здравствуйте, дорогие петербуржцы. Государственное учреждение. Детскому ресурсному центру в Кингисеппе мы перевели 500 тысяч рублей. На эти деньги была восстановлена вся система отопления и освещения. Там жилут дети-сироты, дети, оставшиеся без купечения родителей. Конечно, центр не может заменить им родной дом. Но теперь пребывание в нем будет намного легче. А детский ортопедический институт имени Турна вместе с фондом смог приобрести специальную медицинскую кровать и каталку для перемещения тяжелобольных детей. Ваши елка от ДЛТ и Аллы Вейбер. Итак, 100 тысяч рублей отдаем практически даром, друзья. Как и думал, Максим. Максим, это моя любимая имя. Да, это моя прекрасная, любимая имя. Максим, вот только мужчина заменил Максим. А ты в последнее время должна сообщить о том, что полюбила имя Игорь. 400 тысяч рублей здесь раз. Просите, хотелось бы у вас знать и ваше имя. Антон против Максима. Максим смотрит на Максима, и в глаза встречаются, и взгляды встречаются. И Антон произносит цифру, которую он решался весь этот год. Итак, Максим доволен, Антон смущен. Она разочарована. И 400 тысяч рублей раз. 500 тысяч рублей все-таки есть у вас в левом кармане. И я вдруг вижу, как вы тянетесь в карман. Пишайтесь. Тогда 700, 300 плюс 400. Да, у вами. 700. 700 тысяч рублей. 700 на двоих. Раз. Раз. Ну что же, делите теперь этот сертификат и эту елочку, как хотите. Лучше встречайте Новый год на другом месте. Все будет для него, как один раунд. Правильно я понимаю? Специальный показ путюрной коллекции Валентины Юдашкина. Представленный специально здесь и сейчас. Одно из этих платьев может стать вашим сертификатом, который вы получите к сегодняшнему ужину. И Пифоров, Милана и Александр Держаковы. Браво, ребята, браво. Именно этот лот, эту елку мы с друзьями выиграли. Стоил он 700 тысяч. Этот лот и эта елка отправляется к нам в пол. Мироси и Златы будут очень рады. И, соответственно, деньги, вырученные за эту елку, идут полностью на благотворительность. Ребят, итак, мы с мужем приехали с благотворительного бала в стиле карнавальной ночи. Вы видите, мой образ немножечко напоминал образ Гурченко в стиле карнавальная ночь. Правда, мне муж уже расстегнул тут молнию. Он мне ее и застегивал, потому что я сама это сделать не в состоянии. Но, в общем, самое главное, что мы выиграли лот, который стоил 700 тысяч рублей. И все эти деньги, которые мы пожертвовали с нашими друзьями, вся эта сумма отправится на благотворительность. И эта елка, которая будет в скором времени у нас в холле, она украшалась в ДЛТ. Анны Вербер, по-моему, если я не ошибаюсь, это директор ДЛТ. Нереально они украсили эту елку. И Мироси и Златы будут рады, как я говорю, потому что эта елка будет стоять у нас в холле. Так еще и все деньги, которые мы перечислили, сумма достаточно большая, как вы понимаете, отправляется полностью на благотворительность. Это чудесно, это замечательно. И вы просите меня, чтобы я делилась с вами какими-то такими историями. И я действительно буду это делать, несмотря на то, что наверняка 10 человек в комментариях найдутся, которые против того, что я озвучиваю, какие именно я совершаю, вернее, мы с мужем совершаем благотворительные действия. Итак, действия, направленные на благотворительность. Итак, вот я уже сняла босоножечки. И сейчас мы будем, конечно же, пить вечерний чай и обсуждать планы. Все, я в домашней простой одежде, тут перед вами. Сейчас буду спускаться, пить вечерний чай. И перед этим хотела уже предугадать ваш вопрос и ответить. Как так получилось, что этот лот мы разделили с друзьями? Дело в том, что мы начали по очереди называть суммы, но потом начали друг другу уже уступать, потому что мы друзья. И, соответственно, ведущие Верник и Собчак поняли, что мы в дружеских отношениях. И сказали, все, ребят, мы поняли, что у вас тут за шайкой. Поэтому берите этот лот напополам, а там уж сами решайте, как поступите. И в итоге мы решили так, что елка отправится к нам с мужем, но ребята приедут праздновать Новый год у нас. Так что у нас будет шумная компания на Новый год. А у меня доброе, прекрасное утро, вернее, у нашей семьи, потому что через 10 минут привезут елочку. Я вам все покажу. Ой, кто елочку ждет. Танцы от радости. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Елки Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Танцы от Squadron Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok эту теперь помогу так я ходила на массаж лица попросила мужа забрать миройской садика и так получилось что мы вернулись в одно время но я принципе так и рассчитывала и сейчас будет долгожданный момент знаете какой мы увидим реакциями розки на елку посмотрите как елочка выглядит посмотрите елочка из окошка видно елочка ну что мироська тебя встречает смотри как здорово ну что мирось пойдем елочку смотреть это собачка твоя они постоянно играют собачку ну что забегаем мирось домой ну как тебе мирось ну как тебе рассказывай красота можно можно потрогать мир нет нельзя подарки открывать подарки будем открывать в новый год они не съедобны мирось доброе утро иду на спорт о какая елочка красивая стоит сейчас подойдем к ней в общем четыре раза в неделю хожу на спорт почти всегда выкладываю свои тренировки в stories в instagram так что если нужна мотивация все ко мне в instagram кстати решили мы елочку переставить стояла у нас она до этого тут у камина вчера но и камин и елка берут на себя большое внимание глаза разбегаются и соответственно не понимаешь на что смотреть но как-то не очень вписалась она то в тот уголок и мы решили поставить сюда на белый фон к тому же на фоне белой стены она смотрится намного интересней к тому же тут потолок видите пониже елка кажется выше потому что тут потолок 11 метров елочка казалась совсем невысокой а на самом деле она по моему в район трех метров а я иду пить кофе вчера приходили соседи принесли всяких вкусняшек в том числе и орео а еще тоже соседка испекла такие печеньки вообще не сладкие овсяные вообще не сладкие ну как кашка только сухая получается кстати заметили сейчас укладки стиле локоны от лица теряет свою актуальность так что сейчас время моих сборов ежедневно сократилась потому что я просто сушу голову иногда слегка делаю прикорневой объем и все больше ничего не делаю а вот эти вот пряди которые у меня у лица они чуть более короткие я их вот так вот к волосам прикладываю немножечко да и лаком брызгу и за счет этого немножко челочка вот так вот лежит вот так вот может и все то есть такая укладка сейчас вообще мне кажется самое актуальное и главное что не нужно портить волосы и сейчас конечно когда я вижу свои старые фотографии с локонами от лица как-то понимаю что как волосы страдали а толк то что вот и сейчас мы с мужем выезжаем по нашим делам о сейчас муж не делать кофе с собой сейчас ним как раз разговаривали поедем с водителем с его и я так не люблю ездить с водителем я просто обожаю ездить за рулем потому что для меня езда на машине это нереальный релакс и я мужа сказала вот как мы поедем с водителем мы даже не сможем послушать фейса он будет нет почему сможем я говорю нет не сможем не сможем а если мне нужна какая-то укладка я использую конусную плойку с большим диаметром и буквально волосы делю на четыре части и каждый из этих четырех локонов слегка-слегка так скажем изламываю чтобы такой эффект был как будто я сняла резинку с волос но все-таки эффект немножко другой вот такая вот особенность так что присмотритесь вот видите как будто просто резиночку сняла и все мирось ко мне вчера говорит мам где ты кофту порвала я говорю мира скорее кто-то покусал видишь и так вот и я и мой кофе я готовлюсь к выходу меня для вас очередная новость мы с сашей проводим вебинар о обработку об обработке фотографии и видео в инстаграме потому что не все прошлый раз могли попасть и в прошлый раз мы делали именно для развития обработка для развития бизнес аккаунтов в инстаграме а сейчас мы делаем вебинар для личных аккаунтов в инстаграме поэтому если вы просто хотите а красивый стильный инстаграм с классной обработкой фотографии видео тогда вам к нам 26 декабря увидимся ссылку я оставлю под видео пока на меня светит елочка смотрите отражение в стекле как красиво на самом деле в зеркале там отражается вообще везде елочка отражается хотел с вами поговорить представляете после того как я в stories засняла видео о том как эту елочку устанавливали многие стали мне писать директ оскорбление что типа века как так как так можно что сами елку собрать не можете это же такое удовольствие с детьми собирать елку или у вас корона упадет и несколько подобного рода сообщений пришло почему елка искусственная и в общем всякие подобные гадости и хочу сказать вам что у нас все замечательно дома стоит искусственная елка которую мы купили на аукционе которые приехали собрали профессионалы это не просто было ее собрать скорее всего демонтировать елку они приедут тоже потому что они дали мне свой телефон сказали что на демонтаж приедут они тоже там целых три человека эту елку собирала и несколько часов на это ушло но за нас не волнуйтесь потому что мы как обычно уже третий год подряд украшаем елочку во дворе живую своими обычными игрушечками которыми каждый год украшаем ой волосы от ветра запутались и соответственно мы со злата и мироси чуть-чуть поближе к новому году потому что сейчас все таки до нового года на неделе 3 мы за недельку до нового года украсим живую елочку так что не переживайте мы все семейные традиции выполним да еще и у нас все замечательно потому что дома искусственная елочка а на улице живая елочка которую мы не срубили поэтому это вообще теперь найдите повод чему придраться